Садовского ты уже видела, а вон Сулейма стоит. Коля, Сулейма, тот подходит. Алиса сказала мне, что ей кажется, что она тебя где-то видела. Нет, говорит Сулейма, я Алису раньше не видел. Я бы запомнил. Юлька пошутила, говорит Алиса. Слушай, а я тебя хотел спросить, говорит Сулейма. Ты в волейбол играешь? У нас сегодня встречи с седьмым классом, а девочек в команде не хватает. Я давно не играла, говорит Алиса. На всякий случай после урока не уходи. Когда Коля отошел, Юлька сказала, ты права, мы к нему получше присмотримся. И к Герасимову тоже. Он будет играть. В волейбол играли в спортивном зале. Когда класс валился в зал, там кончилась встреча между другими классами. Не шуметь, приказывает физкультурник Эдуард. Раздевайтесь. У нас новенькая, говорит Альбина. Рост хороший. Физкультурник делит внимание между площадкой, за которой все время наблюдает, и вновь пришедшими. Во что играешь? Я пузыристка. Без шуток. Сто метровку за сколько? Десять и две, говорит Алиса. Без шуток. Научим, будешь за четырнадцать бегать. Сначала выходят женщины, говорит Сулейма. Михайлова на подаче. Альбина, меча не боятся, понятно? Фима подходит к Алисе. Вы сказали пузыристка, мадам? Спрашивает он. Коля Герасимов сидит в стороне, переобувается. Все слышит. Она сказала, парашютистка, говорит Юлька. У меня подозрение, что ты с Луны, говорит Фима. Только забыла? Да? Трудно нам придется, говорит Коля Сулейма, глядя, как раздеваются в той стороне зала семиклассники. Вон какой. Там и в самом деле очень длинный парень. Человек будущего, говорит Фима. Интересно, в будущем все такие? Я не знаю, говорит Алиса. Спроси Колю. Фима оборачивается, нечаянно, словно хочет спросить. Но спохватившись, невинно спрашивает. Какого Колю? Свисток. Встреча закончена. На площадку выходят девочки из шестого Б. Болельщики поднимают шум. Катя Михайлова подает. На той стороне мяч принимают сразу. Посылают обратно. Как назло, на Альбину. Альбина принимает мяч на грудь. И все кончается грустно. Альбина сидит на полу, а мяч укатился за площадку. Алиса смотрит на Колю Садовского. Он замечает взгляд. Ты чего? Спрашивает он. Ты давно в зоопарке был? Странный вопрос. Я туда каждое воскресенье хожу, подкармливаю льва. Шум болельщиков. Опять Альбина проштрафилась. Сама не играешь и другим мешаешь. Рассердилась Мила Рудкевич. Я хотела как лучше. Лучше было бы, если Домбазова взяла. А ты ей мешаешь. Шестой Б. Без пререканий. Говорит Эдик. Но тут же следующий мяч, посланный на Альбину, пролетает мимо нее. Альбина обиженно стоит посреди площадки, не двигаясь. Я ее убью. Говорит Рудкевич. Я вам мешаю? Я уйду. Говорит Альбина. В пятером играть нельзя. Говорит Эдуард. Видя, что Альбина гордо уходит с площадки. Ну что, за явным преимуществом? Да? Кричит капитанша-семиклассниц. Как жаль, что я не могу. Говорит Юлька. Врач не велел. Коля Сулима говорит. У нас есть запасная. Но я давно не играла. Говорит Алиса. У меня и кроссовок нет. Возьми мои. Говорит Альбия. Мне не жалко. Когда Алиса выходит из раздевалки, все видят, какая она загорелая и длинноногая. А мы ее не знаем. Раздается голос из толпы семиклассниц. Можете проверить. Можете проверить. Отвечает Сулима. Фамилия? Спрашивает Эдик. Селезнева. Ой, я волнуюсь. Говорит Алиса. Вот не ожидала, что буду играть в волейбол в двадцатом веке. Молчи. Шепчет Юлька. Ты себя выдашь. Ты только не бойся. Говорит Сулима. Принимай пальцами. Шестиклассники аплодируют Алисе. Второй сет. Кричит Эдуард. Подача седьмого А. Девочка с той стороны подает мяч. И такой сильный, что Катя Михайлова его не может принять. Аплодисменты. Следующую подачу Катя приняла, и мяч свечкой поднялся над площадкой. Лена Домбазова хочет принять его, но вдруг Алиса кричит ей, отдай мне. Лена осторожно подставила руки, и мяч снова поднялся вверх. Алиса подпрыгнула так высоко, словно у нее в тапочках были пружины. Рука ее поднялась, чуть коснулась мяча. Мяч под острым углом врезался в площадку, и рикошетом отлетел к дальней стенке. Это было так неожиданно, что никто не успел ничего сообразить. «Молодец!» – закричала Альбина. И добавила, «Она моя подруга». Теперь подавала Мила Рудкевич. Подавала она так себе, но мяч все же вяло перелетел через сетку. Семиклассница сразу отбила его. Но Алиса даже не дала мячу толком перелететь через сетку, и, подпрыгнув у сетки, гасит мяч на стороне семиклассниц. «Нечестно!» – кричит кто-то из болельщиков седьмого А. Она рукой залезла. Эдди кричит, мяч защитен. Касания не было. Алиса тем временем приняла еще один мяч, отдала Кате, и та удачно перекинула его противнику. «Подставка!» – кричат семиклассники. «Она из восьмого, из другой школы. Хотите, классный журнал покажем?» – отвечает Мила Рудкевич. «Она моя подруга», – кричит Альбина. «Алиса наша!» – «Наша!» – кричат шестиклассники. «На скамейке Герасимов и Фима. Зря ты, Фимка, к ней все время пристаешь», – говорит Коля. «Я хочу ее разоблачить». «Зачем? А зачем она к нам внедрилась? Знаешь, что я думаю?» – говорит Коля. «Она, наверное, не знает меня в лицо. Но что-то знает. Не может быть случайностью, что она пришла именно к нам в класс. Я думаю, что мне надо поговорить с ней. Умоляю, потерпи еще два дня. Или три. Ты уверен, что она не пират? Ты уверен, что она не готовит твое похищение?» Пираты по-прежнему сидят в сквере, ведут наблюдение. Но теперь рядом с ними хрустальная ваза, икона, портрет графини в тяжелой раме, кусок железной ограды. Крыс, прерывая наблюдение, поднимается. «Что, тревога?» – спрашивает весельчак. «Нет, антиквариат несут. На что тебе весь этот антиквариат?» «Ты же знаешь, у меня склонность к культуре», – говорит Крыс и уходит. После игры Алису окружили шестиклассники. «Подходит Эдуард. Убедительно, – говорит он. – Мы тебя используем. Я не знаю, сколько здесь буду, – говорит Алиса. В случае чего добьемся твоего перевода в нашу школу навсегда. У тебя данные к легкой атлетике. Занималась? В школе, как все. Ясно. Завтра после уроков на стадионе. Районные соревнования на носу. Герасимов, обеспечишь явку? Не подведешь?» Весельчак наблюдал за ними в бинокль. Вернулся Крыс с самоваром. Весельчак передает ему бинокль, поднимается и идет в сторону девочек. Девочки идут не спеша, продолжая о чем-то разговаривать. Вдруг Алиса хватает Юльку за руку и тащит ее в подъезд. Подъезд старый, с застекленной дверью. «Что такое? Он меня заметил». По тротуару шлепают тяжелые шаги. Это Весельчаку. Он останавливается у подъезда, оглядывается. Затем резко влетает в подъезд. Но не успела захлопнуться дверь, как с визгом вылетают из подъезда. За ним огромный рычащий дог. За догом, держась за поводок, девочка. Дог преследует Весельчака, который стрелой мчится вдоль тротуара. Девочка пытается удержать дога. Из другого подъезда выглядывают Алиса и Юлька. И тоже видит бегущего Весельчака и девочку с догом. Весельчак за угол. Преследователи за ним. «Да, он почти наверняка нас подстерегал», — говорит Юлька. Записка. За кадром голос Фимы, читающего ее. «Суп разогрей, котлеты в холодильнике, картошку поджарь». «Пожалуй, я остановлюсь на котлетах». «Ты суп будешь?» Фима направляется на кухню. «Не хочется», — отвечает Коля за кадром. Коля лезет под стол, достает ящик с барахлом, оттуда милофон. Фима уже идет с тарелкой. Жует. «Слушай», — говорит он, — «есть свежая идея». Коля крутит в руках милофон. Но для этой идеи надо, чтобы аппарат работал. А что? Мы берем его завтра в школу, настраиваем на Алисины мысли и угадываем, какие у нее планы. Если у нее нет задания тебя уничтожить, мы подкладываем ей аппарат. «Я помню», — говорит Коля, — «что наушник». «Ага», — он подцепляет ногтем крышку, достает наушник, вставляет в ухо. «Не мешай», — говорит он Фиме, который крутится рядом. «Ну, как хочешь», — слышно, как Фима хлопает дверцей холодильника. Коля обнаруживает на аппарате колесико, медленно вращает его. «Слышу», — говорит он. «Мои мысли слышишь?» «Ну и как?» «Впечатляет?» «Ты что, в самом деле все котлеты съел?» «Сам же на всю семью. Я о котлетах не думал. Твой аппарат врет».